Всем привет! Меня зовут Юля. Сегодня последнее итоговое видео 2019 года. Хочу поблагодарить этот год, рассказать, почему он был самым лучшим в моей жизни и, конечно же, во-первых, поздравить всех вас с наступающим Новым Годом. И я сейчас перечитываю имя Ветра. Пока даже не спрашиваете, почему так получилось и почему я снова взялась за эту книгу. Расскажу про это 5 января. Будет видео большое с грандиозными планами на 2020 год. Там как раз буду объяснять, какие планы и надежды связаны у меня с именем Ветра и почему я взялась снова на русском перечитывать эту книгу. 3-го же числа я вернусь к вам, в принципе, с новыми роликами. Не планирую надолго затягивать каникулы, потому что есть что снять, есть что рассказать. И в этой книге мне очень понравилось одно из пожеланий Квоута, которое я хочу адресовать и вам. Пусть в вашем году все ваши истории будут счастливыми, а все пути ровными и быстрыми. Но от себя, конечно же, добавлю, что в 2020 году я желаю найти вам как можно больше новых любимых книг, чтобы у вас не случалось литературных ошибок и чтобы все, что вы читали, вдохновляло вас, нравилось вам и приносило вам какие-то полезные мысли. Сегодня же я буду вспоминать уходящий год и расскажу вам о 12 лучших моментах по одному на каждый месяц, объясняя, что такого крутого произошло и чем запомнился каждый месяц. И обязательно попрошу вас в комментариях написать один какой-нибудь крутой фрагмент из вашей жизни уходящего года, за что вы благодарны 2019-му и что вот прямо максимально крутое можете вспомнить. Обязательно хвастайтесь, обязательно делитесь счастливыми воспоминаниями, чтобы было приятно зайти в комментарии и порадоваться не только за мой крутой год, но и почитать про ваши достижения, ваши открытия и счастливые моменты. Я же начну с января. В этом году я абсолютно точно подтвердила поговорку «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», потому что с 2018 на 2019 мы провели его невероятно весело с друзьями. Мы встречались в большой компании одноклассников, друзей, снимали огромный дом на 3 на почти на 4 дня с полным набором зимних развлечений и с мангалом, и с санками, и со снежками. И вот за эти 4 дня я настолько отдохнула, настолько перезагрузилась после предыдущего абсолютно такого же тяжелого декабря, что весь январь вот я была в приподнятом настроении от того, насколько было приятно увидеться со старыми друзьями и насколько удачно начался этот год. Главным и самым счастливым впечатлением февраля я снова назову встречу с одноклассниками. На этот раз получилось так, что мы одной группой людей учились до 9 класса, потом кто-то, большинство ушли, и нас всех объединили в один большой класс. И вот с теми, с кем я училась до 9, у нас в 2019 году было 10 лет выпуску. И мы много с кем давно не виделись практически вот с момента завершения 9 класса, и я не могу сказать, что у меня на эту встречу были какие-то большие надежды, что нам будет весело, и настолько долго мы не общались практически вот с детства. Ну как же здорово было встретиться! Я рассчитывала с этой встречи прийти домой, ну не знаю, там часов в 11, в итоге я давно не приходила домой, вот прямо под утро. И настолько мы классно опять встретились, оторвались, и в этом году опять мы запланировали на февраль абсолютно такую же встречу, и решили, что теперь мы не только по крупным датам будем вот так собираться, но при каждой возможности обязательно будем встречаться, и это невероятное счастье вспоминать, насколько здоровским у нас был класс, насколько нам было комфортно вместе учиться, и что до сих пор вот у нас сохраняются такие очень теплые отношения. Я когда разговариваю с людьми, с которыми знакомилась уже во взрослом возрасте, я понимаю, что это очень большая редкость, когда у тебя вот с первого класса и до последних дней института настолько классные компании, что вот мне даже ничего плохого не получается вспомнить. Март, первый месяц весны, запомнился, безусловно, мне концертом Power Wolf. Я люблю эту группу, она у меня постоянно присутствует в плеере, я видела огромное количество их живых выступлений на каких-то там фестивалях, на ютубе, на их канале, и все равно я не ожидала, насколько они крутые вживут. Мои удивления начались еще на моменте, когда я подходила к очереди, потому что я никогда ни на одном концерте не видела столько людей и такую длинную очередь. Но мы не берем стадионные, это был клубный концерт, и чтобы такое сосредоточение людей было, и когда мы зашли в зал, невозможно, стояли настолько все зажаты в фан-зоне, что невозможно было вот так просто руку с козой вытянуть, потому что такая плотность людей была настолько жарко, и настолько эта энергетика группы буквально порвала всех. То есть я из зала выходила, я не выходила, я выползала оттуда. Просто настолько они отдали свою энергию, настолько они зарядили зал, что я вот всю весну вспоминала про этот концерт, и вспоминаю про него как один, наверное, из лучших и один из самых таких вот ярких в моей жизни. Если они еще раз в Россию приедут, это вообще будет даже без вопросов, идти ли на них, и я обязательно вам тоже советую их послушать. Апрель запомнился мне одним очень важным принятым решением, потому что приехала в наш родной город подруга, которая уехала давно уже учиться в Петербург и осталась там жить. Это тоже одноклассница, и мы дружили, в принципе, всегда втроем, но никогда втроем подружками именно никуда не ездили. И как-то так между телом мы решили, что летом мы обязательно куда-то должны втроем поехать. У нас в прогнозах была Грузия, и знаете, вот эти решения, которые принимаются где-то там на посиделках, где-то зимой, вы решаете, что вот все, летом мы едем отдыхать, но по итогу очень редко это сбывается. И вот тогда мы точно решили, что все, девочки, мы должны это сделать. И как-то начали так внезапно готовиться. И что из этого получилось, я расскажу вам в событиях августа. Вот в мае я не могу выделить одно событие, потому что было два очень важных. Во-первых, одно связанное с отдыхом. Мы с моей лучшей подругой ездили на майские выходные в Москву, и главной целью был концерт Авантазии, но вот его я не хочу вспоминать, даже просто вспоминать в лучших каких-то счастливых событиях этого года. Я оставлю вам ссылку на видео, где рассказывала, что там пошло не так. Но, в принципе, выходные в Москве, цветущие, теплые, это было великолепно. И мы тогда еще сходили на новых Мстителей, и были такие вдохновленные, окрыленные в преддверии лета. И, во-вторых, в мае я решила, что пора бы мне заняться своей речью, и решила пройти курсы сценической речи. Мне, во-первых, не нравилось то, что происходит с моей речью после ношения брекетов, потому что с каждой новой подтяжкой у меня появлялись какие-то дефекты. Мне не нравилось, что у меня артикуляция стала какой-то странной, и, в принципе, я не была довольна, как я разговариваю. Опять же, оставлю вам ссылочки на итоговое видео 2018 года и на итоговое видео этого 2019 года. Просто там по несколько секунд включите, сравните, и вы заметите, насколько сильно изменилась моя подача, темп речи, насколько я стала говорить, вот как в жизни я говорю, потому что раньше у меня голос срывался, у меня было плохое интонирование. И да, абсолютно точно мне есть над чем работать, никогда не бывает идеала, и есть упражнения, которые нужно делать. И если вам станет интересно побольше про сценическую речь, и как я вообще к этому пришла, обязательно дайте мне знать. И в новом году я постараюсь сделать для вас какое-то видео своим опытом, что в чем мне пригодилось, что мне понравилось, что бы я продолжала делать в этом направлении, а в чем бы хотелось, наоборот, остановиться. Июнь, безусловно, стал самым счастливым месяцем 2019 года, месяцем, когда исполнилась моя мечта, одна из самых заветных, одна из самых невыполнимых, как мне казалось-то, именно мечта из разряда вот мечта, не цель, не какое-то там стремление, а это то, что вот происходит с каким-то чудом. Я познакомилась с моим, одним из своих любимых вокалистов, Ханзи Кюршем, это один из топ-3, и это настолько было круто, я настолько нервничала, я настолько переживала, я настолько до последнего не верила, что я вот прямо с ним познакомлюсь, что я смогу с ним поговорить, что я смогу задать интересующие меня вопросы. Ну, конечно же, за Митом Грифе я не догадалась ничего снять, а сейчас на саундчейке вряд ли что-то слышно, но ребята были такие милые, все подписали, что я хотела. И это было просто фантастически. Я перед этим сидела со своей подругой, и просто с ума сходила. Я боялась, что ни слова не скажу по-английски, потому что у меня по-русски даже не звучит. Концерт, какой, боже мой, потом был концерт. Это просто вот эмоции на разрыв. Я до сих пор это вспоминаю. Прошло больше, чем полгода. И когда мне трясло после этой встречи первую неделю, я думала, ну ладно, это мне до сих пор нервяки отходят. Мы только что вышли, и у меня, во-первых, это один из пяти, трех, ладно, окей, трех лучших концертов, на которых я была. И вот я последний раз рассказывала про Вантазию, что это были три часа просто ада и жары. Здесь было невероятно жарко, но это был такой кайф. Вот какое-то, не знаю, ощущение единения всей публики. О, боже мой. И я постоянно чувствовала, но это еще началось на мит-н-грид, что у меня сбывается мечта. И это происходило вот каждую минуту этого концерта. Но стоит не только про это вспомнить. У меня сразу улыка, у меня сразу настроение повышается, у меня сразу вот это же состояние исполнения мечты. Я вообще не думала, что такое в жизни возможно. И я сейчас не буду превращать это видео в рассказ вот всего про одно событие года, но я оставлю вам ссылку на видео, где я целиком рассказывала, как это было, почему это было, почему я благодарна всем вам за возможность этой встречи. Июль стал месяцем исполнения еще одной мечты, правда, довольно давней, и которая успела так покрыться изрядным слоем пыли. Это был концерт Эда Ширана. Я Ширана активно и рьяно слушала, вот когда он только-только стал появляться. Это 2010-й, там, 11-й, может, года. И особо в России он популярен не был. И когда я думала, как я хочу, хотела тогда на его концерт, я думала, ну, в Россию он точно не приедет. И когда объявили, что в России будет концерт, даже сейчас, особо не слушая его музыку, я решила, что все. Я вот Юле привет из 2011 года должна передать и обязательно должна попасть на его концерт. И в итоге этот концерт, опять же, был для меня не каким-то слишком ожидаемым, но дал он мне очень много эмоций. Мы ходили с моей подругой Ирой. У нас есть влоги и на ее канале, и на моем канале. Прикрылась билет. Мы зашли! Ура! Нам дали браслетики. Да, теперь нужно найти вход. Вход на фан-зону. На транспортер. И, посмотрев их, вы сможете понять немножечко кусочек той атмосферы. Это были разговоры до утра. Это был концерт полностью под дождем. Это был стадионный концерт, где лило как из ведра, и мы стояли в этих несчастных дождевичках, прикрывшись. Взбеки. Мой job is to sing in tune, but for the volume that I need you to sing out tonight... Но все равно вот эта акустическая музыка, свет, дождь, это было невероятное шоу. И вот вспоминая тоже эти ощущения, я подпитываюсь энергией. Август стал месяцем исполнения того, что мы с моими подругами запланировали еще в апреле. Мы собирались вообще-то ехать в Грузию, но вы помните, что летом была довольно сложная ситуация с перелетами. Я, кстати, не знаю, сейчас она разрешилась или нет, потому что в Грузию мне по-прежнему очень бы хотелось попасть и посмотреть на прекрасную страну и съездить в какой-то, может быть, именно обзорный тур. В общем, мне очень-очень хочется туда попасть. Но, к сожалению, тогда перелеты все закрыли, мы там еще целую волокиту прошли с возвратом денег, билетов, потому что забронировано и оплачено было уже абсолютно все. И нам нужно было быстро выбрать какой-то город, желательно внутри России, куда не нужна ни виза, куда обязательно есть билеты. Вы понимаете, что лето и какие-то курортные города – это был вообще не вариант. И плюс у нас было, все работают, все заняты, у нас было всего несколько дней, и в итоге мы выбрали Казань. И ничуть не пожалели, это было очень насыщенное приключение. Ну что, самое время официально начинать наше приключение. Знакомьтесь, это Лера, это Ксюша. За дом удаляется и не хочет сказать привет. И вот мы с девчонками уже даже когда сидели в аэропорту, мы не могли поверить, что наконец-то мы собрались и исполнили вот это желание, которое мы хотели и загадывали еще со школы вместе собраться и куда-то съездить. И, безусловно, нам понравился город, но вот то, что мы были вместе, то, что мы постоянно находились вот в этой атмосфере дружбы, комфорта – это очень-очень было ценно. Сейчас сидим, великолепно проводим вечер, и там такая гроза разыгралась. И мы решили, что мы будем, наверное, пережидать. Ох, ничего себе! И, кстати, в Казань я бы тоже с огромным удовольствием еще раз вернулась и все бы более подробно рассмотрела, потому что сколько у нас там, 4-5 дней было, этого явно было недостаточно, чтобы посмотреть целиком весь прекрасный город. Сентябрь, безусловно, запомнится мне ММКВЯ – это московская международная книжная выставка-ярмарка. В этом году она была, как никогда, активной, и, в принципе, я к ярмаркам книжным уже достаточно охладела. Но вот в этом году мне внезапно понравилось. Понравилось то, что там была выставка международная детских иллюстрированных книг. Это было очень крутое собрание, я с удовольствием его ходила, рассматривала. Мне понравилось и запомнилось она мне встречами с авторами. Вся эта книжная тусовка, собранная в одном месте, дает нереальный заряд энергии. И, кстати, именно на ММКВЯ я впервые попробовала себя в жанре, пусть мини-интервью, но мне очень интересно было поработать с кем-то еще в кадре. И если вам интересно, что из этого вышло, тоже оставлю ссылочку на ролик, где можно оценить мои старания. Октябрь тоже запомнится мне сразу двумя событиями, потому что одно из них я выбрать не в силах. Во-первых, это, конечно же, Комик-Кон. Это главное гик-событие России, в принципе, в течение всего года. Я уже четвертый раз была на Комик-Коне, и с каждым годом он привлекает все большее количество народа. Все сложнее становится там двигаться внутри этих помещений. Но я, опять же, не буду говорить о минусах, а из плюсов Комик-Кон полностью иссушает тебя физически и полностью заряжает тебя морально. Вот конкретно на этом Комик-Коне я работала с издательством Рассмен, снимала для них небольшой фильм, небольшой ролик, отчет о том, как это было, об атмосфере фестиваля. Оставлю вам на него ссылочку, обязательно тоже посмотрите. По-моему, получилось здорово. Сама снимала для себя тоже небольшой материал. И, конечно же, я познакомилась, также на встрече побывала с Матсом Микельсоном. Вот фотография есть. И вот я поняла, кстати, перед этой фотографией, что в встрече в июне с моим любимым вокалистом я отбила себе просто все волнение. Мне кажется, вот весь резерв волнения и какой-то нервотрепки по поводу встречи с любимыми знаменитостями у меня был отведен на жизнь. И я его весь в июне истратила. И все, мне теперь абсолютно все равно. Я просто счастлива, я рада встретиться, я готова поболтать. И абсолютно у меня нет никакого вот волнения, трясучки и всего такого. Поэтому с Матсом было очень-очень приятно увидеться. Ноябрь, опять же, запомнится мне двумя событиями. Одно из них я не могу какое-то конкретное выбрать, потому что, во-первых, это был концерт моих любимых Скорпионс. Это группа, которую я даже не могу назвать любимой, потому что они для меня родные. Это та группа, с которой, в принципе, началась моя любовь к музыке. Я знаю про них абсолютно все. Я смотрела все их живые выступления. Это был не первый концерт живой в моей жизни. Но когда, понимаете, когда группа возрастная и когда она столько для тебя значит, каждый концерт это по-настоящему и радость, и испытание моральное. Потому что ты не знаешь, в какой они форме, в каком они расположении выйдут, как они его отыграют. И для меня это, наверное, больше стресс, чем какая-то радость и предвкушение. И, в принципе, мои друзья по фан-клубу уже сказали мне, что там и в Питере все хорошо было, и в Москве. Они как никогда в хорошей форме были. Но я все равно боялась и не верила, что все будет настолько круто. Я ездила в Воронеж впервые, и мне очень понравилось. Это было, конечно, наверное, не так круто и не так строго организовано, как в Москве и в Петербурге. Но сам концерт, это вот я вспоминаю, насколько это было здорово, насколько они действительно в хорошей форме, как они себя хорошо чувствуют, как у Клауса в какой хорошей форме у него голос, и как он все песни не пытается там брать, как в 80-е годы крутые ноты. Он по-другому стал их петь, но все равно так же круто, так же проникновенно у него в голосе появились новые интонации. И самое главное, они были очень бодрыми. И я после этого концерта выходила вот опять полностью заряженная, и они еще разговаривали с залом, сказали, что в следующем году планируется новый альбом, и в 2021-м они вернутся, и вот пару лет назад они не строили таких долгих планов. Но сейчас тут вот все хорошо, я спокойна, я счастлива, и буду снова, конечно же, их ждать и каких-то новостей в их творчестве. И второе не менее важное событие. В ноябре выходила замуж моя подруга, мы ездили к ней в Петербург на свадьбу, ну и плюс брали еще несколько дней погулять. И вот этот ноябрьский холодный промозглый Петербург стал по-настоящему тоже дружеским, теплым, душевным. И практически неделю мы там пробыли, много гуляли, очень много гуляли, очень много веселились. И, наконец, мы подошли к декабрю, к кульминации этого года. Я не буду брать и рассказывать вам про две последние недели, потому что это был рабочий ад, который чуть не не смазал вообще все впечатления о 2019-м. Но первые две недели это было великолепие. Я даже практически почувствовала новогоднее настроение, потому что это был нонфикшн в Москве, тоже крупная книжная выставка-ярмарка, и мы с девочками с канала Tutu Girls в этот раз скооперировались, вместе снимали квартиру, и это было очень-очень здорово. Это несмотря на то, что вроде как книжное событие, и мы там и влог снимали, и было у нас много встреч, и при этом мы были абсолютно расслаблены. Это был один из самых комфортных отдыхов в моей жизни, потому что хотелось нам завтракать, полтора часа сидеть там, медленно книжечки листать и ни о чем разговаривать. Мы так и поступали. Хотелось нам разговаривать до пяти утра, ну, в принципе, так каждый раз и получалось. Мы разговаривали, и потом спокойно... Конечно, мы не досыпали, но это было просто великолепно. Я очень счастлива, что именно с девчонками у нас получилось в этот раз так встретиться, и я надеюсь, что это не последняя наша встреча была. Света и Катя, спасибо вам большое за прекрасные дни в начале декабря. И в эти дни, кстати, у меня случился еще один классный концерт. Мне летом друг посоветовал группу Second to Sun, вернее, он мне ее скинул, и я слушаю, думаю, о, какая крутая блыкуха! И я даже сначала не поверила, что это реально русская команда из Петербурга. Я просто обалдела от их уровня, от уровня их музыки. Когда я их услышала вживую, я прямо вот действительно прониклась и очень-очень тоже довольна, что не пожалела времени и сходила вживую тоже на их концерт в Москве. Если слушаете такой тяжеляк, тоже очень вам советую. Ну и, в принципе, вот таким счастливым началом декабря я уже могу подытожить свой год. Вас я еще раз призываю поделиться в комментариях каким-нибудь одним или, может быть, не одним счастливым событием из 2019-го в вашей жизни. Ну а мы с вами увидимся уже 3 января. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok